День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Рабочие будни. Бывший депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин начал выкладывать видео с зоны проведения СВО. Наследие Николая Чудотворца в Ижеславле восстанавливают храм вокруг магической иконы. За грани возможного шоу каскадеров представят уникальные трюки. Экс-депутат Госдумы от Рязанской области, а теперь один из командиров полка рязанских мобилизованных Александр Шерин, которому, напомню, теперь перешел депутатский мандат областной думы, на своей страничке в соцсети выложил несколько видео из зоны с дислокацией подразделения. И надо сказать, что ролики получились довольно атмосферными. У нас все нормально. Ребята держатся. Периодически, конечно, прилетают, окапаются. Вот можно снять результат попадания осколка. Снаряд падает рядом. Вот дерево вот это валяется. Вот такие вот деревца косит, как веточки. Судя по этому видео, Рязанский полк уже прошел боевое крещение. Последствия минометного обстрела об этом говорят красноречиво. Вообще же, страничка с аутентичным видео стала для Александра Шерина своеобразным видеодневником совсем недавно. Возможно, события в областной думе этому как-то способствовали. Впрочем, этой атмосферности рязанцам, переживающим за своих близких на линии фронта, наверное, не хватало. Наши доблестные зенитчики занимаются оборудованием блиндажа. Вот примерно всем подразделениям надо брать пример. Ну вот еще один показатель того, что у нас наш солдат и сам воюет, и сам бревна себя находит. И сам копает, и сам себя маскирует, и сам себя защищает от минометных обстрелов противника. Чуть ранее обновленная страничка Александра Шерина пополнилась видео с зачитыванием детских писем российским солдатам. Наверняка этот ресурс теперь станет самым популярным источником получения информации в условиях так называемого тумана боевых действий. Если, конечно, теперь уже депутат рязанской областной думы в ближайшее время не покинет зону СВО. Оформить ДТП онлайн, акцизы на лимонад и новые размеры пенсии. Это только часть изменений, которые ждут россиянцы июля. Что еще станет другим, расскажем далее. С середины июля ДТП можно будет оформить онлайн, прямиком через госуслуги. Оформлять также по европротоколу, но оперативней. А взаимодействовать со страховщиком придется через личный кабинет. Здесь автовладелец сможет получить направление на ремонт и подписать соглашение о размере страховой выплаты. Заявление примут, если участник ДТП предоставил все необходимые документы. В свою очередь страховая компания согласует с заявителем время и место осмотра автомобиля. Лимонад обложат акцизом. Такса с июля на них станет новой 7 рублей за литр. В перечень входят все напитки с содержанием сахара, считая глюкозу и фруктозу. При этом доля углеводов в них не должна превышать 5 граммов на 100 миллилитров, а этилового спирта там не больше 1,2%. При этом ограничения не коснутся вина, пива, медовухи и прочих алкогольных напитков. В списке исключений сиропы, соки, морсы и кисели на растительной основе, произведенные из зерен, злаковых, зернобобовых и масличных культур. За исключением тонизирующих напитков, то есть самого лимонада. В июле проиндексируют пенсии. Получать повышенную выплату будут те, кто завершил свою трудовую деятельность в этом месяце. Также увеличение размера пособий по старости ожидает тех, кто в мае представил дополнительные документы для учета нового стажа. А также прибавку к пенсии получат те, кому в июне исполнилось 80 лет. Пенсию, кстати, можно будет оформить и за границей. Приезжать на родину для этого не обязательно. Достаточно через тот же портал госуслуг направить необычное заявление, которое подтвердит, что человек жив. По данным на конец июня 23-го, такие договоры действуют только с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Через госуслуги можно будет также оплатить НДФЛ и налог на имущество. Для этого необходимо завести личный кабинет на портале и оформить заявление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронном виде. Все уведомления можно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью. При этом сведения можно предоставлять через личный кабинет. Там же можно отказаться от такого порядка обмена документами. Есть изменения и в Рязани. Так, с 28 июня отменят сразу несколько маршруток. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Приказом управления транспорта отменены маршрутки номер 55, 82, 91 и 96. Также с 23 июня отменили маршрутки под номером 57. В Рязанской области вынесен приговор бывшему председателю товарищества собственников недвижимости. Он признан виновным присвоении денежных средств, как стало известно следователям. Деньгами этим мужчина, например, гасил свои кредиты. Подробности уголовного дела далее. Часть жителей многоквартирных домов считает, что в ТСЖ все гораздо прозрачнее, чем в управляющих компаниях. Вроде как люди знакомы, а значит обмануть не могут. Но, как выяснили следователи, так бывает не всегда. В селе Подвязье председатель товарищества собственников недвижимости решил деньги из кассы присвоить себе. То есть ту сумму, которую собирали на нужды товарищества. Начал еще в январе 2017. Деньги, кстати, спускал не только на личные нужды, но и использовал, чтобы гасить личный кредит. Остановился председатель только в мае 22 года. Точнее, его остановили. Следователи Рязанского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Таким образом, председатель товарища собственников жилья присвоил незаконно порядка 385 тысяч рублей. Органопредводительного следствия собрана достаточно доказательная база, в связи с чем данному гражданину предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 ст. 160. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся, возместил причиненный ущерб, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговор суда виновен. Наказание – два года лишения свободы, условно, с испытательным сроком на тот же период. С 3 июля в Рязани стартует регистрация детей в детский сад номер 39, который находится по адресу Семчинское строение 3А. Об этом сообщает сайт Рязанской администрации. Направление детей будут осуществлять в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию. Для постановки ребенка на очередь родителям необходимо обращаться в многофункциональный центр Рязанской области. Дополнительную консультацию можно получить в Управлении образования администрации по телефону 7201-01, добавочные 202 и 204. Храм в Ижеславле известен многим людям далеко за пределами села. В череде его символических дат есть место торжеству, которое отмечается только здесь, а отпраздновать вместе с местными стремятся паломники из самых разных уголков не только Рязанского края, но и всей страны. Почему знает Валерий Седов. Село Ижеславль в Рязанской области. Здесь расположен небольшой храм Рождества Христова. Его реставрацию начали два года назад. Пока укрепили только своды. По словам священнослужителей, работы предстоит еще много. Не тронут только деревянный образ Николая Чудотворца. Местные жители наделяют его поистине магическими способностями. И с этим связано сразу несколько историй. В 19 веке в стране свирепствовала холера. И в Ижеславле каждый день умирало по несколько человек. Тогда сельчане стали усердно молиться святителю Николаю. Хоронили по семь человек в один день. И вот народ, как бы испытанный уже веками, такое обращение к святителю Чудотворцу Николаю. Народ обратился с просьбой к святителю Николаю. Да, служили божественной литургии, в водосвятом молебене служили. Прошли крестным ходом все село. И в этот день, 28 июня 19 столетия, мор прекратился. То есть с того момента не хоронили практически ни одного человека. Эту традицию местные чтут ежегодно, 28 июня. Вокруг храма проводят крестный ход, выносят главную святыню. Тот самый резной образ святителя Николая. Другая история произошла в 1859 году. Тогда храм Рождества Христова полностью сгорел. Нетронутым остался только деревянный образ. Его перенесли в Михайлов, пока храм реставрировали. Местные говорят, что как только восстановительные работы закончились, образ сам чудесным образом оказался в храме. Мы можем сказать, что святитель Николай особым образом любит Рязанскую землю. На чем же основано это наше суждение? Много веков назад, перед тем, как на Руси появился зарайский образ святителя Николая, святитель Николай во сне явился в Корсуне священнику Стефану Греческому и сказал, вези меня в Рязанскую землю. Хочу там чудеса и знамени творите. Полноценное восстановление храма – процесс долгий. Первая молитва звучала здесь только 28 июня, когда укрепили свод. И работы предстоит еще много. Но есть то, что в этом небольшом приходе останется в первозданном виде. Небольшой деревянный образ, которому уже несколько сотен лет. Трюки на грани возможностей. Бои автомобилей, огненные спецэффекты, дрифт на двух колесах и многое другое. С сегодняшнего дня в Рязани шоу каскадеров. Всего три дня возле торгового центра «Премьер». Не пропустите. Опасные трюки за гранью человеческих возможностей. Квадроциклы и мотоциклы. Бои легковых авто с Бигфутом. Единственный грузовик в мире, ездящий на задних колесах. Прыжки на высокой скорости в горящие кольца, прыжки с трамплина, автофристайл, пиротехнические спецэффекты и огненное шоу. Все это в ближайшие три дня можно увидеть вживую в Рязани. Пытаемся реализовать все, что приходит нам в голову. Все какие-то детские фантазии. Честно говоря, не могу сказать, что что-то одно вдохновляет. Это может быть на самом деле какая-то безумная игрушка, которая будет на полке в детском магазине. Это может быть кино, в котором ты увидел что-то, что тебя натолкнет на реализацию очередного какого-то невероятного проекта. Это дети очень часто задают какие-то вопросы. На фоне этих вопросов понимаешь, что ему это интересно и хотелось бы сделать что-то, чему он будет рад. Это сейчас Роман спокойно рассказывает о своей профессии, а во время шоу он превращается в супергероя. Отточенное годами мастерство и виртуозное владение техникой, а также совершенное бесстрашие гарантирует зрителям уникальное шоу, где каждый трюк заставляет сердца замирать. У каскадеров этого шоу огромный опыт выступления. Роман, например, уже 10 лет в деле. Автомобили специально переделаны под трюки большинство самими каскадерами, ведь именно они лучше всего знают, что нужно от железного друга в том или ином трюке. Веном на самом деле создавался по типу «хочу большую машину» или машину, которая будет давить маленькие машины. Для этого, собственно, его и создали. Этот автомобиль играет достаточно яркую роль в нашем шоу. Она, скажем так, безжалостно просто превращает автомобили в груду металлолома. Кстати, в этом легком автомобиле сижу я. Это достаточно очень увлекательный такой яркий прикольный трюк. В жанре бигфуда у нас также еще есть два автомобиля, которые также на больших колесах. Один чуть потяжелее, который действительно машина превращает в смятку, другой просто красиво прикольно катает людей. Звездой программы сами каскадеры называют огромный монстр-трак. Но, возможно, в Рязани это место займет другой автомобиль. В нашем городе он будет выступать впервые. Будет еще новый уникальный трансформер, которого еще никто не видел. Он у нас состоит из Крайслера. Можете прокатиться на наших автомобилях, которые катаются боком на двух колесах. То есть на боковых колесах мы сажаем людей и катаем по площадке. Как бы такой адреналин прям и в голове все меняется. В четверг, пятница, суббота и воскресенье в 19.00. В субботу дополнительно в 13.00. Шоу для тех, кто соскучился по впечатлениям. Кстати, для детей до 5 лет бесплатно не пропустите. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!